Уважаемый Александр Гидарович, дорогие друзья, в эти дни, полвека назад, был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения. БАМ – это и воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было в мировой истории. Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. И прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали. Я хотел бы поздравить с началом строительства БАМа участников нашей встречи. И здесь прежде всего хотел бы сказать про ветерана в железнодорожной отрасли, строительной отрасли, железнодорожных войск. Хочу поздравить с этим ваших родных, близких, друзей, коллег и сослуживцев, которые вместе с вами разделяли и невзгоды, и победы. И всё было у вас, сейчас обращаюсь к ветеранам, всё было, и песни у костров, но самое главное – тяжёлая-тяжёлая работа. Низкий поклон всем, кто и рядом с вами работал на БАМе за тот трудовой подвиг, который вы все совершили. За то, что в непростые времена, в 90-е годы прошлого века вы остались верны делу своей жизни, сохранили коллективы рабочие, обеспечили надёжную работу БАМа. Самые тёплые слова хотел бы сказать всем, кто сегодня живёт, работает на БАМе, продолжает славные традиции первопроходцев, занимается реконструкцией, развитием и обслуживанием этой важнейшей железнодорожной магистрали. В знак благодарности и признательности за доблестный труд, как вы знаете, подписан указ о награждении ветеранов и работников строительной и железнодорожной отрасли высокими государственными наградами. Я искренне рад лично поздравить с полувековым юбилеем, началом строительства БАМа президента Азербайджана Ильхама Гидаровича Алиева. Его отец, всем строителям БАМа это хорошо известно, Гидар Алиевич, сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР Гидарович курировал строительство Байкала-Амбурской магистрали и сделал всё возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся. В этом ему помог колоссальный объём знаний и опыта, управленческий талант, способность решать самые сложные задачи и, конечно, особые личные качества. Прежде всего, заботливое, уважительное отношение к людям, с которыми он работал и решал эти колоссальные задачи. Он сам ездил по объектам БАМа, общался со строителями и жителями новых посёлков и городов. К нему можно было, что называется, запросто подойти, рассказать о своих проблемах, обсудить текущие вопросы. Я знаю, что в нашей встрече участвуют и те, кто работал с Гидаром Алиевичем и просил бы вас обязательно поделиться своими воспоминаниями, рассказать о том, какую роль Гидаром Алиевич сыграл в вашей жизни. Добавлю, что при поддержке Гидара Алиевича азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами – Улькан и Ангоя. А сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации участков Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и в Якутии. Масштабу, историческому значению БАМа соответствует и ещё одно направление российско-азербайджанского сотрудничества. Сегодня речь идёт о развитии транспортного коридора «Север-Юг». Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом. Ну, или так скажем, может и должен будет соединить. Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик Союза. Транспортный коридор «Север-Юг» должен стать примером самой широкой международной кооперации. Речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального юга. Хочу ещё раз подчеркнуть. Мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте. Рассчитываем, что в нём будут обязательно востребованы лучшие, проверенные временем традиции дружбы и взаимопомощи строителей БАМа, людей самых разных национальностей, объединённых общей целью. Со своей стороны мы готовы предложить нашим партнёрам выход на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого на базе передовых технологий намерены реализовать планы ускоренной модернизации БАМа и Транссиба развития всего восточного полигона железных дорог. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности нашей страны, для нашего политического и экономического суверенитета. И не случайная идея развития путей сообщения к восточным рубежам России продвигалась выдающимися политиками, общественными деятелями ещё на рубеже XIX и XX веков. Так, в 1908 году Пётр Столыпин на заседании Государственного совета, на тот момент фактически игравшего роль Верхней палаты парламента, отстаивал проект строительства Амурской железной дороги, благодаря которой Транссиб полностью прошёл по территории нашей страны. Я абсолютно уверен, что новые большие задачи по развитию восточного полигона под силу настоящим бойцам, таким как БАМовцы. Это особая общность людей с сильным характером, которые умеют добиваться поставленных целей. Я искренне рад, что создано БАМовское содружество. Оно объединяет, что называется, всех причастных к БАМу ветеранов, специалистов из России, из бывших советских республик и других государств. Важно, что вы возрождаете, укрепляете дружбу БАМовцев, рассказываете молодёжи о судьбах людей, о славной истории этого огромного проекта. Ну и, конечно, оказывайте помощь ветеранам. Для поддержки БАМовцев нужны не только общественные, конечно, усилия, но и конкретные шаги со стороны государства. Строители БАМа зачастую жили в очень суровых условиях, во времянках и бараках. Сейчас на современном этапе, безусловно, так не должно быть. Отмечу в этой связи, что правительством Российской Федерации уже утверждены планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Севербайкальск, Нерюнгре, Комсомольск-на-Амурь. Речь идёт о масштабном обновлении и развитии их транспортной инфраструктуры, ЖКХ, капитальном ремонте и строительстве школ, больниц, детских садов, спортивных объектов. И, конечно, обязательно будем возводить новые современные дома, новое жильё. В целом, создавать достойные условия для тех, кто сегодня живёт и работает на БАМе. Спасибо вам большое за внимание. И я с удовольствием хочу предоставить слово нашему гостю и другу, пожалуйста, президенту Азербайджана, Ильхам Гедаеву. Пожалуйста, вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ